Есть такой грех, как воровство людей, и он с течением времени не уменьшается, а увеличивается. Людей воруют в сексуальное рабство, людей воруют для банальной работы на полях в разных местах, людей воруют для того, чтобы распотронить их на органы. Так вот, дорогие христиане, нужно знать, что воровство человека – это самый худший вид воровства, и он достоин смерти. Если все виды воровства наказываются другими вещами, денежным штрафом, тюремным заключением, в некоторых странах отсечением руки, то воровство человека – это вещи, достойные смертной казни согласно с откровением. Если найдут кого, что он украл кого-нибудь из братьев своих и сынов Израилевых, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти. И так истреби злой и среди тебя. Это вопрос о смертной казни в широком контексте, потому что у нас мораторий на смертную казнь, и это неплохо, это гуманизация общего климата в обществе. Тем не менее, есть некие вещи вопиющие, и Писание оговаривает, скотоложство подвергается смертной казни, богохульство, светотатство, там есть законы о смертной казни в Писании, но в частности то, что близко к нашей жизни, потому что воровство людей – это очень распространенная вещь. Людей воруют пачками и отправляют, уже скоро будут невольничные рынки вполне легально, а может они вполне легально уже и существуют, скорее всего, это не публичная информация. Так вот, воровство человека – это вопиющее беззаконие, которое вопьет к небу об отмщении, и люди вправе казнить такого человека, который ворует другого человека, превращает его в товар. Человек не товар. И в Писании говорится о том, что Вавилон, мать мерзостям земным, тут мистический Вавилон, духовный Вавилон, который однажды загорится так, что дым от его пожара будет подниматься к небу, и завопят от страха все торговавшие с ним, ходящие на море в кораблях. Там говорится, что торговал он слоновой костью, миром, корицей, фисташками, мясом, вином, елеем, золотом, слоновой костью. Длинный перечень разных товаров, а в конце концов найденный в нем еще, кроме того, как товар, тела и души человеческие. Он торговал душами и телами человеческими. Вот это Вавилонская тема, тема всемирного беззакония, выстроенного как система, воровать людей, воровать у них сначала ум и совесть, потом подманивать их на что-то чем-то, потом собирать у них паспорт, потом возить их морем кораблями куда-то или в трюмах куда-то, и потом превращать просто в бессловесное животное, которым пользуются для разных целей. Если найдется такое, говорит Писание, то истреби зло из среды тебя, такового вора должен предать смерть. Вот вам один из тех грехов, которые нельзя прощать. Нельзя прощать в рамках земной жизни. Воровство человека. Людей воровать нельзя. Людей, конечно, и убивать нельзя, но убийство, убийство урозность, убийство на войне, убийство по самозащите, а вот воровство человека – это всегда воровство человека. И согласно Откровениям Божьим, эта вещь должна быть влечь за собой возмездие смертное. Читайте сами, убеждайте сами, я ни при чём не придумаю. Двадцать четвёртая глава книги «Второзаконие». «Второзаконие» 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 «Второ practical кабинет» «Второзаконие»